blackimus представляет спин-офф вселенной в царапинах капстеры планета земля наше личное пространство в млечном пути хоть люби его хоть нет но это наш дом в масштабе всего сущего он не более чем горско звездной пыли обитающая в этой бескрайней вселенной но на земле все иначе напарник внутри этой планетки находится огромная сеть серверов состоящих копий каждого кусочка земли нашей голубой сфере теоретически у нас тысячи копий нашей планеты главная сеть делится на более мелкие сети которые делятся на сети поменьше оттенок еще более мелкие ну вы поняли бесконечная паутина все участки по которым мы передвигаемся называются серверами при смене локации вы переходите с одного сервера на другой каждый сервер обладает своей спецификой на одних живут на других работают на третьих путешествуют и так далее если вы это смотрите значит вы были выбраны или по вашему собственному выбору для рождения и прибытия на нашу малую родину нашу смиренную обитель наш дом расположен в регионе португалия наша сеть и наши сервера здесь все совсем по-другому закон все еще действует но сама система сильно отличается от привычной добро пожаловать в туго здесь сама природа бросает вызов логики считается что наш дом был выбран для того чтобы стать местом сбора для всевышнего того что властвует над тугой как видно у нас богатейшее изобилие природных зон где вы сможете исследовать процветать и наслаждаться жизнью множество диких животных от милейших малышей крабов до таких чудес творения как огнедычащие драконы всю живность родившуюся в туге называют капстерами это сокращение от капсульные монстры если вы смотрите эту короткометражку значит вы решили стать тренером капстеров ваша задача помогать горожанам в выполнении заданий или любой другой работы которую от вас запросят поднимайтесь по карьерной лестнице среди тренеров побеждайте в игровых залах и стремитесь к званию лучшего тренера в туге разумеется вы будете не одни у вас будет своя команда в моей лаборатории вы получите своего первого капстера и с того момента вы будете сами решать как дальше идти по жизни стремиться стать лучшим или жить заурядно право выбора за тобой партнер на этом пока все спасибо что уделили нам время и еще раз мы приветствуем вас в туге вот и все презентация завершена надеемся вы все поняли если нет то мы вас понимаем да я четко запутался ничего страшного абсолютно а ты парень я в восторге рад слышать теперь вы должны пройти через эту дверь ведущую в коридор по нему вы найдете другую через которую вы и попадете в один из многочисленных регионов туге вопросы да допустим мы хотим отправиться в другой регион за пределами туге это под силу да но это не дешево блин именно еще что-нибудь не хорошо ладно мальчики выйдя из этой комнаты вы начнете новую жизнь удачи вам спасибо славные ребята нервничаешь да как мне кажется это место непреодолимо мы там жить будем а ты да не особо каждая секунда от уги вызывает у меня восторг звучит как требит всей жизни да согласен полагаю это дверь о котором говорил а ой как ярко прям как наше будущее парень готов сигануть не возражаешь если сделаем одновременно ну так на всякий случай никак нет ты живой ты тоже должно быть это комната ожидания ты в порядке голова кружится наверное за телепортации ты же видел как сплыло имя да так теперь у нас должны быть наши имена надеюсь сработало ну скорее всего да у нас было имя и бонус на прозвище типа чувак я не хочу ходить с таким именем как чел отменные имена правда ты ведь шутишь да говорит парень который назвал себя верх х последнее х не произносится и это нормальное имя а мое нет потому что я я даже не знаю с чего с тобой начать в смысле бинник в честь головного убора себя назвал люблю милоту я хотел милое имя потому что придумывать нормальное имя скучно ясно справедливо но я не буду называть тебя так скоро будешь еще посмотрим вижу вы уже предвкушаете свою первую капстерскую битву здорово ребята погодите это не вы профессор из презентации ага я пришел сюда потому что мне сказали что у нас в городе появились новые тренеры точнее два полагаю это мы надеюсь так 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 стоп это же солдат из комнаты похоже мальчики из конференц зала были посланы сюда приветствуем саларий ребята меня зовут мэйер дорога прошла гладко не было тошноты головокружение если честно все хорошо голова кружилась это естественный симптом ты просто еще не привык к быстрым переходам никуда пока не уходите я схожу за вашим снаряжением этот человек по сути начальник службы безопасности города название компании вейси я профессор карвалхо родился и вырос в туги биология наука и учительство моя фишка капстеры моя игра всем довольны профессор да я буду сопровождать вас по городу в течение утра познакомлю со всем что есть расскажу вам ребята о достопримечательностях и о ваших домах вы оба парни верно да то есть разуйте голоса мы манны профессор он понял шутку ну что мальчики как вас зовут меня зовут верх последняя хэни произносится хорошо а тебя вояка я бы назвал тебя так да вот принципы не позволяют зовите его просто бинник профессор да не будем рисковать бинник и вверх с такими именами не мудрено что между вами уже есть химия к счастью жоподер это просто его прозвище однажды меня будут называть так с глубочайшим почтением так вот надеюсь что в прямом эфире вот ваши кпк икон трекеры кпк это часть вашего удостоверения личности и ваш основной помощник на серверах а это модифицированные икон трекеры созданные для тренеров капстеров профессор обучит вас всему что вам нужно знать оставляю вас как всегда до встречи ребята спасибо еще раз ну что мальчики за мной глянь лошары на улице прекрасный день птицы поют цветы распускаются и в такие дни ребятишки вроде вас должны гореть ярчайшим дохом для начала заглянем в местный магазин одежды чтобы вы купили себе экипировку вот он магазин идем я тут привел тех самых двух новичков о которых говорил ох так это вы значит приветствуемся лари профессор как зовут эту прелестную даму роза можно просто роз прекрасно как роза но также и колючая как роза бенек ты там жив идеально мисс роза я бы с радостью приобрел эту невероятно ценную шапочку без ободка которую вы называете бени нет чего это явно не совпадение имя беника прозвище жоподер серьезно как как и должно по замыслу господа мое имя беника прозвище жоподер этот головной убор также был создан чтобы стать бени с именем жоподер видимо всевышний тащится от плохого юмора восхитительно да конечно можете ее купить она буквально взывает к вам насматривайтесь ребята подберите себе одежку хи 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 как герцогиня и сарвиголов вы знаете ее вечно брижит чем-то занята опаздывает у них много мест требующих внимания твой труд она всегда высоко оценивала доброе утро роза все на профессор карвалха доброе утро герцогиня это новички я буду так модно смотреться держи это при себе чего то я буду выглядеть на все сто ясно надеюсь вы понимаете что это будет стоить денег запиши это на мой счет отплачу еще одной дезинсекции на фабрике великолепно к слову о великолепии какой великолепный вид боже боже мой интересно а могу ли блин единственное что здесь сейчас великолепно это я жабодер бенник вы глядите отлично а вы фантастически тренеру капстера в такой стиль вполне подходит спасибо я не вам это говорю я говорил это ему и это бенни она вам очень идет благодарю мадам хорошо давайте отправляться в мою лабораторию я в долгу герцогиня если вдруг возникнут проблемы на ткацкой звони и передай привет сорви голову разумеется удачи это был карвер да это был он в городе два новых тренера отлично дорогой будь дорогуша и добавь еще один должок в список и еще один уже здоров 12 оааа!!! Вы уже говорите на хорошем португальском. Мне еще не хватает практики. Высладите. Всего две недели и поплывете по течению. Вот я их и привел, Фредерик. Наконец-то. Приветствую, приветствую. Меня зовут Фредерик. Но ради простоты вы можете называть меня Фредерик. Я второй по должности командир научного отдела Саларии. Рада вам, доктор. Если вы еще не догадались, первый командир я. Что ж, приступим. Вот три самых последних капстера, которых я поймал для вас. Начнем с этого малыша. Это дракониак. Огненный дракон. Вид известный своей физической мощью. Когти, головы, лапы и зубы наносят огромный урон. К тому же они способны освоить множество сильных огненных атак. К сожалению, они также известны тем, что довольно, скажем так, твердолобые. Правда, на деле это средства защиты. Их мозг отвечает за контроль над их силой. При угрозе, пневе или серьезной ситуации он начинает работу. Их урон и интеллект удваиваются, и они становятся страшны в бою. Натренируйте их и задействуйте их потенциал, и тогда сами станете силой, с которой нужно считаться. Это Шрайпер. И нет, я вовсе не исказил случайно слово «снайпер», как будто иду в рот запихнул. Они одиночки, но обладают большим умом и осведомленностью в бою. Они используют свою территорию в своих интересах, создавая самодельное оружие, безделушки и ловушки, используя только то, что может предложить матушка природы. Эти плохиши – мастера на все руки. Так что если у вас проблемы с комплектацией команды, всегда можно рассчитывать на их помощь. Мастер на все руки точно будет хорошим дополнением к команде. А это – поджеск. Обладатель гидрокинеза. Магией воды. Они встречаются редко. Известны своим развитым умом и цивилизацией, расположенной глубоко под океаном. Они овладели мощью самой воды. Этот парень случайно поднялся на поверхность возле одного из пляжей Саларии, где находились морские биологи. Через жест он сказал нам, что хочет быть полезным людям, и я забрал его, чтобы он достался кому-то везучему. Ты помнишь, Фредерик? Да, Карвелхо. Как я мог забыть, что особь одного из самых опасных видов нашей территории просто взяла и забрела в наш лагерь? В любом случае, наличие такого в команде – само по себе приключение. Вы даже сможете учиться вместе с ними. Они преданы и заботливы, если их приручить, но именно с ними приручение не требуется. Вот и все. Выберите одного из этих троих, чтобы тот стал вашим главным спутником в путешествиях. Судя по вашим лицам, думаю, с подбором капстеров я не прогадал. На этот раз – да. Вы не торопитесь. Но не затягивайте, у нас еще есть дела впереди. Не переживайте слишком сильно из-за этого выбора. Наверняка вы найдете еще и не одного такого парня в наших краях. Но все же выбирайте с умом. Тот, с кем вы начнете, останется особенным для вас. Слышу, кристально чисто, профессор. Я уже принял решение. Кого выбрал? Поджиск. Тогда он в твоем распоряжении, Верх. Но если только Бинник не хочет возразить. Эй, Бинник! Ты норм? Но если хочешь поджиска, то можем в камень-ножницы за него рвануться. Три раунда. Спасибо, Верх, но не нужно. Я определился, как только увидел его. Видимо, с предположением я не ошибся. Мы оба, док. При драконе я сразу приметил в его глазах радостный блеск. Ты хочешь дракона? Это точно так же, как и у меня, профессор. У драконьяка был блеск в глазах. Может, это просто потому, что он дракон? Но у них обычно светятся глаза, знаешь ли. Я понимаю. Готов пройти через тяжелейшее путешествие с, возможно, самым непростым для обучения и сближением из этой троицы? Да, профессор. Я приветствую вызов в путешествии. Эй, я не стану принижать себя тем, что я самый умный в группе. Ясно? Я тоже хочу вызова. Принято, парень. Ну как, вы определились? Да. Буш. В следующий раз, приятель. Итак, мальчики, подходите и поприветствуйте своих товарищей. Привет. Ты понимаешь меня? Ого, да. Готов впуститься в чертовски крутой путь, чтобы сделать нас наилучшей командой в этом чертовом мире, чувак. Давай, петюню. Да, действуем как одна команда. Братство за ногу. Не могу поверить, что это на самом деле. Ты как? Хорошо, просто ждал, когда закончишь. Мне нужно, чтобы он, не отвлекаясь, внимательно слушал. Драконьяк! 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 Точно не хочешь поменяться? Уже нельзя, партнер. Он сделал выбор. Он перевозбужден от шума в лаборатории. Правда? Чтоб я сдох. Он все понял. Легко отвлекается. Возможно, короткая фиксация внимания. Для меня не проблема. Дружище, мне нужно, чтобы ты хорошо меня выслушал. Я хочу отправиться в путешествие и стать лучшим тренером капстеров в Туге. Но я один не управлюсь. Знаешь почему? Потому что мне нужен ты. Вместе мы сколотим команду и станем лучшими друзьями. Преодолеем все препятствия и надерем кучу капстерских задниц вдобавок к его. Воу-воу-воу, погоди. Лучше не надо, парень. Решетка. Да шучу я. Я про его команду. Есть такие, кто не верят в тебя, потому что выглядишь слабым, глупым или громким. Но знаешь что? Мне с колокольни на это. Я знаю, что у тебя есть потенциал. По глазам видно, дружище. Мы с тобой донесем до этого мира, что тупой еще не значит тупой. Некоторые не держат веры в твой рот. Но я держу. И буду держать до конца, приятель. Но, в любом случае, это твой выбор. Я не буду заставлять тебя, если ты не хочешь. Если все же хочешь, коснись моей руки. Я не буду просить сжатие, если ты не знаешь как. Научу потом. Так, стоп. Почему его мозг активен? Ответ получен. Здорово. Спасибо, дружище. Он так сказал не за что. Ты видишь это, Фред? Этот чертенок драконианский шептон. Да. Идеально. Супер. У тебя теперь дракон, а у меня водяной. Считаем и все, профессор. Безусловно. Держите. Спасибо, Гидро. Да. Наверняка у тебя уже есть имя, но пусть это будет твоим... кодовым именем. Ну, знаешь, для команды. Это их капсулы, и теперь они ваши. Не забывайте, что вы оба теперь мои ученики. Так что завтра утром вы должны быть на занятиях, чтобы мы с Фредериком прогнали вас по всем аспектам тренировки капстеров. А теперь задницы на улицу и развлекайтесь. С радостью. Вот и все, приятель. Это наш первый шаг в мир. Сделаем это вместе. Уголек. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте про колокольчик для дальнейших переводов. Также подписывайтесь на группы, ВК и Телеграм для дополнительного контента. А для материальной поддержки подписывайтесь на страницу в Бусти. Спасибо за просмотр. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»